В 25 школах и 8 детских садах Кирова уже заменили окна. Напомню, в этом году город направил на эти цели более 52 миллионов рублей. Всего до конца августа новые окна появятся в 150 учреждениях, а капитальный ремонт запланирован в трех школах. В 20-й и 5-й приведут в порядок пищеблок, а в 16-й сделают крышу. Обо всем подробнее в материале Евгении Бакиной. Сейчас происходит именно установка оконных блоков. Демонтаж старых завершен. В кабинете, где обычно проходят уроки биологии, сегодня шумно. Рабочая меняет деревянные рамы на пластиковые окна. С ними в зимнее время, говорят, в мэрии будет теплее, а в кабинетах 46-й гимназии станет уютнее. В 46-й гимназии у нас выполняется замена окон в пяти кабинетах. Общее количество 13 окон. Были выбраны, так скажем, окна с наиболее худшим состоянием. Чтобы заменить окна на одном объекте, требуется пара дней. Вовлечены в процесс в основном несколько человек. Так, с начала июня новые окна появились в 25 школах и 8 детских садах Кирова. Работы еще много, срок конец августа. Впервые на замену окон власти выделили более 52 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году затратили всего 5 миллионов. Сюда у нас вошла 51 школа, плюс 5 учреждений дополнительного образования, а также 116 садиков. Помимо окон, в трех образовательных учреждениях запланирован капитальный ремонт. К примеру, в 20-й и в 5-й школах приведут в порядок пищеблок. Там установят новое оборудование, согласно всем стандартам. Это новые плиты, холодильники. Кроме того, закупят мебель для столовых и сами помещения отштукатурят, покрасят. Начались капитальные работы в 16-й школе. Правда, там приведут в порядок не пищеблок, а крышу. Кировлю этого учреждения изначально спроектировали неверно. В итоге, каждую зиму на ней образовывалась наледь. А весной талые воды топили в верхние этажи. Поэтому на ремонт кровли выделили более 3 миллионов рублей. Подрядчик обязан все сдать до конца августа, как и окна. Кроме того, в этом году будут отремонтированы подъезды к школам.